Ребята потом рассказывали мне, что со мной было трудно разговаривать. Я оживлялся на какое-то время, но тут же угасал. Глаза были мутные, свидания сокращались до 10-15 минут. Большую часть времени я лежал в кровати. Особенно стали мучительные прогулки, когда всех выводили гулять. Я не решался отказаться. Я считал прогулки необходимой процедурой. Я считал, что свежий воздух мне полезен, и плелся гулять со всеми вместе. Прогулка длилась час-полтора, и во время нее мне даже негде было прилечь. Приходилось стоять или бродить, или сидеть, но мне было трудно даже сидеть. Это был пик лечения, когда вместе с Маней у меня были подавлены другие желания, чувства, стремления. Я обессилил. Потом мне стали уменьшать дозы, и я стал проходить в себя, но этот процесс был очень длителен. До идиотического состояния я был доведен за три недели, а пришел в себя месяца за два. Да и то не совсем. Я понимаю, что врачи, опасаясь как бы с возвращением силы, во мне вновь не вспыхнула мания, тем более, что образ мыслей у меня почти не изменился. Поэтому они так долго держали меня в спокойной половине, когда я считал себя вполне здоровым и мог бы пить таблетки и дома. Татьяна Михайловна, еще когда отправляла меня в больницу, сказала мне и моим родным, чтобы мы не торопились забирать меня из больницы, потому что там еще никогда никого не держали в лишнее время. И чем дольше я там буду находиться, тем больше гарантия, что этого больше не повторится. Я думаю рассказать здесь об инсулине. Татьяна Михайловна очень настаивала на лечении инсулина. Это старый проверенный способ лечения. Его суть объяснил мне Леша Яновский. По теории считается, что весь бред в мозгу у больного построен на сахарных цепочках. Поэтому больному курят инсулин, постепенно наращивая дозу. Сперва 4 кубика, потом 8 и так далее. Когда доза доходит до 70-80 кубиков, наступают шоки. У каждого человека шоки наступают от разного количества инсулина. Бывают и от 120 кубиков. Человек теряет сознание и ведет себя самым странным образом. Его заранее привязывают к койке. В таком состоянии человека держат минут 15. После чего сестра вводит ему в вену гликозу. Эти шоки делают с утра перед завтраком. После шока появляется зверский аппетит. Шоки повторяют ежедневно, пока больной не наберет их в нужном количестве 10-15 шоков. После инсулина человек сразу выписывают. Я видел человек 5, прошедших инсулин. Леша Яновский, который сразу кончил петь, резко замкнулся от окружающих. Еще несколько ребят. Один парень во время шоков вплевался. У него шла пена изо рта. Другой, Володя Кэ, тихий, скромный парнишка, ругался матом на всю больницу. Словом, зрелище довольно жуткое для постороннего наблюдателя. Хотя сам больной ничего не чувствует и ничего потом не помнит. Я долгое время находился под угрозой инсулина, но он меня миновал, о чем до сих пор жалеет Татьяна Михайловна. Я же благодарю Бога, что обошелся без инсулина. Конечно, это прекрасное лекарство, и страшно оно только со стороны. Я видел блестящие результаты этого лечения. Хотя, конечно, оно не панацея, ведь тот же Леша проходил инсулин повторно. Дело может быть даже не в том, что я боюсь шоков. Гораздо больше я боюсь, а вдруг вместе с бледовыми сахарными цепочками мою мозгу инсулин разорвет какую-нибудь очень ценную цепочку, ценную мысль, которую я выстрадал и которой я очень дорожу. Вдруг я стану совершенно здоровым. Вот чего я боюсь. Помимо того, что я сам не хочу быть абсолютно здоровым, это, на мой взгляд, будет просто антисоциально, пощетчено общественному вкусу. Человек, несколько месяцев бывший Иисусом Христом, вдруг превратится в нормального советского обывателя. Бред какой-то. Здесь самое время рассказать, почему мне не стали делать инсулин. Для этого придется написать еще одно отступление. Я думал, и сегодня хватит. Я тоже как-то устала как-то. И вообще, как-то инсулин, когда я читаю про инсулину, я очень сильно начинаю волноваться. Я вспоминаю фильм «Прилетая над нездом кукушки». Я очень безорукая. Извините, я в первый раз, может, бы сняла очки. Но когда я снимаю очки, я полностью расслабляюсь. «Прилетая над нездом кукушки». И там вот это был фильм очень сильный, он на меня подействовал. Я была тогда еще молодая. Жек Николсон. Вот эта вся больница. Я помню, я тогда как-то вот время, я начала чувствовать, что я не совсем нормальная. Я очень боялась попасть в друг дом. Меня спасло творчество. Я начала писать, я рисовала много. И это меня как-то спасло от всего этого ужаса. Я думала, Иван Сергеевич тоже бы, тоже бы мог, тоже бы мог войтись без всего этого. Но это, ему надо было тогда жить в общине, среди друзей. Может быть, действительно, ему надо было создать тогда секту. Хотя он, говорит, тогда бы и матка. Я потерял свою душу. Ну, не знаю. Может быть, в нем действительно жил. Жило что-то. Вот это вот. Это было не случайно. Я не думаю, что он врал. Я думаю, он был честен. У меня тоже что-то такое подобное было. У меня тоже были какие-то религиозные воздействия. Я хотела остаться, после того, как пришла, что религиозная, я хотела стать девственницей, уйти в монастырь. Ну, и как-то так, но... Потом это все прошло. Я как-то все это, все это в себе положила, и правильно каждому свое. Не надо сходить с ума на этой почве. Религия – это очень опасно. Я тоже бы хотела организовать свою секту, но я не воображала, что я Иисус Христос, я до этого не доходил, но мне показалось, что я предназначена к чему-то великому и большому. Сегодня 9 марта 2016. Свои годы это было наглое фишерно в Чикаго. Спасибо, друзья мои.